МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Как в Воронеже реализуется программа расселения из аварийного жилого фонда. Ранняя весна привела к активности клещей на территории Воронежской области. Средняя зарплата в области превысила уровень прошлого года на 15%. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. США. Представитель Госдепартамента США во вторник в Вашингтоне заявил, что мигранты, которые выбирают нелегальный транзит, куда-либо подвергают себя риску. Комментарии прозвучали на фоне смертоносного пожара, вспыхнувшего в центре содержания мигрантов в Мексике. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Веденд Паттель подчеркнул, что его комментарии носили общий характер и не стал далее комментировать этот инцидент. Также он подтвердил позицию США в отношении израильско-палестинского конфликта. Они продемонстрировали лидерство в своем взаимодействии с нашим израильским партнером. Они продемонстрировали лидерство в своем взаимодействии с палестинской администрацией. Они продемонстрировали лидерство в том, что мы постоянно призываем обе стороны избегать шагов, которые еще больше разжигают напряженность и уводят нас еще дальше от решения о двух государствах, сказал Паттель. В понедельник в Уиндмире продолжились работы по очистке территории после того, как в воскресенье недалеко от города, расположенного в округе Ричланд, Северная Дакота, сошел с рельсов поезд с опасными материалами. Сообщается, что специалисты по опасным материалам и экологи работали в этом районе вместе с аварийными службами Уиндмира и округа Ричланд и Департаментом качества окружающей среды Северной Дакоты. По данным местных СМИ, операция по очистке может занять до 10 дней, поскольку после аварии произошла утечка таких химических веществ, как жидкий асфальт, пропилен и этиленгликоль. Эксперты полагают, что из-за холодной погоды разлитые материалы застынут в виде геля. Местные СМИ сообщили, что 30 из 70 вагонов поезда компании Canadian Pacific сошли с рельсов в воскресенье. Расследование указывает на то, что причиной аварии стал сломанный рельс. Официальные лица сообщили, что пожара не было, водные пути не пострадали и никто из граждан не был ранен. Мексикам число жертв пожара, которые в знак протеста устроили мигранты в центре временного содержания в городе Сьюдат-Хуарес. На севере Мексики достигло 40 человек, сообщил Мексиканский национальный институт миграции. Зарегистрировано 40 погибших иностранных мигрантов и 28 пострадавших. Кроме того, оказывается помощь 15 совершеннолетним иностранкам, которые были выселены из временного приюта, когда начался пожар в жилом помещении миграционного штаба, говорится в сообщении на сайте Национального института миграции. Пожар начался в 22 часа по местному времени в понедельник в центре содержания подстражей мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу с США. По словам президента Мексики Лопеса Абрадора, задержанные подожгли матрасы у входа в здание в знак протеста против депортации в страны происхождения. Эквадор. Спасатели продолжают поиски жертв смертельного оползня в городе Алауси в провинции Чимбараса. Как видно на кадрах, снятых в понедельник. На месте схода оползня можно увидеть сотрудников службы спасения, а также полицейских и местных жителей. По сообщениям СМИ со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям страны, по меньшей мере 16 человек погибли, еще 16 получили ранения после того, как мощный оползень похоронил десятки домов в Анской общине в центральной части Эквадора. Также сообщается, что от стихии пострадали более 500 местных жителей и 160 домов. Никарагуа. Никарагуанские любители домашних животных привели своих собак в различных костюмах, чтобы благословить их в день Святого Лазаря в церкви Санта Мария Магдалена в Масаев в воскресенье. На кадрах запечатлен конкурс, в котором участвуют собаки разных пород, цветов и размеров в костюмах разных цветов. Во время церемонии было видно, как люди фотографируют их участвующие. В церемонии верующие просят здоровья для своих питомцев и посещают мессу в честь Святого. В церкви можно увидеть множество собак, одетых в шляпы, парадные платья и наряды. Это ежегодное паломничество, которое глубоко укоренилось в этой центрально-американской стране и отмечается перед Страстной неделей. Местные жители считают это мероприятие очень значимым, поскольку оно создает связь между народными религиозными верованиями и наследием коренных народов Никарагуа. Ливан. Ливанские местные жители оказались в полном замешательстве из-за спора о часовых поясах после того, как правительство решило продлить зимнее время на месяц. Некоторые учреждения отвергли это решение, но другие приветствовали его, и многие ливанские граждане оказались в затруднительном положении из-за того, что их рабочие и школьные графики соответствуют разным часовым поясам. Дебаты приобрели религиозный характер, поскольку крупнейшая христианская конфессия страны Маранитская церковь отвергла отсрочку, в то время как многие мусульманские приветствовали ее. Эти часы идут по времени Триполи, эти по времени Джунии, а эти по времени Каслика. В каждом регионе свое время, пояснил один из продавцов часов. В воскресенье страна должна была перевести часы на час вперед. Правительство не сделало официального заявления об отсрочке перевода часов, хотя видео с премьер-министром Наджибом Микати и спикером парламента, которые просочились в местные СМИ, предполагало, что это связано с наступлением священного месяца Рамадан. Позже администрация подтвердила, что все часы будут переведены в среду вечером. Мьянма. В понедельник в Нейпьедао силы Татмандао провели ежегодный парад в честь 78-го дня вооруженных сил Мьянмы спустя два года после военного переворота 2021 года. На кадрах видно, как танки и другая бронетехника проходят парадом вдоль места проведения мероприятия, а военные офицеры скачут на лошадях и маршируют с флагами. Это уже третий раз, когда армия проводит парад в честь Дня вооруженных сил с момента переворота. Как сообщается это мероприятие, дань уважения всем военнослужащим армии Мьянмы, которые сражались против японской оккупации страны в 1945 году. Мьянма переживает беспорядки с тех пор, как военные свергли гражданское правительство Аун Сан Су Джи. Израиль. Тысячи жителей Иерусалима продолжили акцию протеста в понедельник после решения премьер-министра Израиля и лидера правящей партии Ликут Бенемин и Нетаньяху приостановить рассмотрение закона о судебной реформе. Полиция применяет водометы для контроля протестующих. В понедельник Бенемин и Нетаньяху заявил, что правящая коалиция согласилась приостановить судебную реформу до лета. Премьер-министр также добавил, что реформа будет осуществлена. 20 февраля КНЕС от Израиля одобрил в первом чтении законопроект судебной реформы, согласно которому парламентское большинство получит право выбирать судей Верховного суда. Бенемин и Нетаньяху сообщил, что реформа направлена на обеспечение баланса между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти. По мнению оппозиции, этот законопроект может подорвать демократические основы государства. Так, 26 марта в телевизионном обращении ЮАФ Галант заявил, что изменения в системе необходимы, но реформа может стать причиной раскола и ослабления страны. И призвал провести переговоры с оппозицией. В свою очередь, Нетаньяху заявил о потере доверия к главе Минобороны и отправил его в отставку. Испания. Десятки тысяч болельщиков. Пришли в воскресенье на стадион Камп Ноу в Барселоне, чтобы посмотреть финал четырех нового соревнования Королевская лига, созданного бывшей звездой футбола Жераром Пике. 12 команд сражаются за звание чемпионов в этом футбольном соревновании, которое является детищем бывшего защитника Барселоны и сборной Испании. Это послужит небольшим уроком для обычной лиги, потому что они делают очень крутые вещи и поощряют детей смотреть футбол, прокомментировал один из болельщиков. Организаторы сообщили, что более 92 тысяч болельщиков наблюдали за новой лигой на Камп Ноу – крупнейшем футбольном стадионе Европы. В воскресном финале Эль Барио обыграл Аникила Дорос со счетом 3-0, став первой командой победительницы в этом соревновании. Швейцария. Международный Олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и белорусских атлетов на соревнования при условии соблюдения нейтрального статуса и ряда иных ограничений. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах по итогу заседания исполнительного комитета организации во вторник в Лазани. Среди озвученных условий допуска глава МОК также упомянул запрет на использование для упомянутых спортсменов государственных флагов и невозможность их участия в командных видах спорта. А также недопуск атлетов, активно поддерживающих специальную военную операцию на Украине. Бах также добавил, что рекомендации не касаются участия спортсменов и их вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже или зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. МОК примет такое решение в соответствующее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих Олимпийских квалификационных соревнований, сказал он. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже в период с 26 июля по 11 августа 2024 года. Франция. Во вторник в Париже прошли массовые стычки протестующих против пенсионной реформы с сотрудниками полиции. На кадрах участники акции бросают камни и другие предметы в закрывающихся счетами полицейских. Также видно, как правоохранители задерживают протестующего и кидают в сторону митингующих светошумовую гранату. Ранее французские СМИ со ссылкой на МВД сообщили, что во вторник в Париже и в регионах было мобилизовано 13 тысяч сотрудников полиции. По данным СМИ на протест в Париже вышли 93 тысячи человек. Также сообщается о 55 задержанных. Протесты начались после принятия правительством законопроекта, повышающего пенсионный возраст 62 до 64 лет. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о проведении реформы, выступая перед Национальной Ассамблеей 16 марта. Законопроект был принят правительством в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Конституции Франции, позволяющим исполнительному органу принимать решения по финансам и финансированию социального обеспечения без одобрения Нижней Палаты Парламента. В понедельник оппозиционное объединение Франции вынесли два вотума недоверия правительству Элизабет Борн на голосование в Национальной Ассамблее после утверждения законопроекта о пенсионной реформе, но не смогли набрать необходимых 287 голосов. Вотуму от межпартийной группы не хватило 9 голосов, а второму вотуму Национального объединения Марин Лепен 193. Теперь законопроекту о пенсионной реформе предстоит утверждение в Конституционном Совете Франции для его окончательного оформления в виде закона. Пенсионная реформа была ключевым пунктом предвыборной программы президента Франции Эммануэля Макрона, которую он реализовал после своего переизбрания в апреле прошлого года. Для того, чтобы сделать экономику более конкурентоспособной, французский лидер призвал граждан больше работать. Сотни людей, включая профсоюзы и протестующих, вышли во вторник также на улицы Леона, чтобы продолжить забастовку и протест против пенсионной реформы, одобренной французским правительством. На кадрах видно, как полиция применяет слезоточивый газ и водометы, пытаясь разогнать протестующих. Протестующих также можно увидеть бросающими снаряды в полицию, митингующими и держащими плакаты. Министерство внутренних дел Франции сообщило, что во вторник около 740 тысяч человек приняли участие в 240 акциях протеста по всей Франции. Из них более 93 тысяч человек вышли на демонстрацию в столице. Также в Нанте во вторник продолжились протесты против пенсионной реформы, введенной французским правительством. Во время протестов произошли столкновения с полицейскими, а также были замечены горящие предметы. По всей стране более 700 тысяч демонстрантов собрались в течение дня, чтобы выразить протест против плана пенсионной реформы правительства. Несмотря на просьбы французского правительства, несколько французских профсоюзов заявили, что продолжат акцию, защищающую пенсию, и объявили о новых массовых протестах до 6 апреля. Бельгия. Европейский союз согласился продлить план по сокращению потребления газа на 15% до марта 2024 года, объявила во вторник в Брюсселе вице-премьер Швеции, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш. Хотя сейчас у нас более стабильная энергетическая ситуация с менее волатильными ценами, по сравнению с прошлым годом, Евросоюз еще не вышел из энергетического кризиса, заявила Буш на пресс-конференции. Она добавила, что достижение соглашения имеет решающее значение в этом вопросе. «Продолжающееся сокращение потребления газа на 15% необходимо для того, чтобы мы могли выполнить задачу по хранению газа на 90%, что крайне важно для надежности газоснабжения и предотвращения любого дефицита поставок следующей зимой», пояснила Буш. Согласно первоначальному плану, государства-члены должны были добровольно сократить потребление газа на 15% в период с августа 2022 года по март 2023. Германия. Десятки людей собрались в понедельник перед Бранденбургскими воротами Берлина, чтобы выразить протест против судебных реформ, запланированных правительством премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньяху. На кадрах видно, как протестующие собрались перед туристическим объектом с флагами и табличками, такими как «Защитим израильскую демократию». Новая судебная система ограничит полномочия судебной власти и предоставит дополнительные полномочия политикам. Нетаньяху сказал, что реформа направлена на обеспечение правильного баланса между тремя ветвями власти – законодательной, исполнительной и судебной. В понедельник премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху согласился приостановить спорную судебную реформу до следующей сессии парламента во время телеобращения в Иерусалиме. Жители Грайсфольда собрались в понедельник на внеочередное заседание Городского совета, чтобы обсудить решение местных властей о выделении дополнительных районов для размещения беженцев. По данным местных СМИ, на собрании присутствовали 300 зрителей, а 800 заинтересованных лиц участвовали в прямой трансляции. Мероприятие усиленно охранялось сотрудниками полиции. «Мы сейчас находимся в процессе получения этой гражданской инициативы, чтобы мэр не мог просто принимать решения через головы людей. Мы сейчас здесь против контейнерной деревни, и в этом цель всего этого объяснил один из жителей». Контейнерная деревня для 500 беженцев должна быть построена на лугу в одном из районов Грайсфольде. Но этот план встречает сильное сопротивление со стороны некоторых соседей. Ассоциация граждан утверждает, что собрала 7 тысяч подписей против переселения беженцев в город. Канцлер Германии Олаф Шольц встретился с президентом Кении Уильямом Рута в канцелярии в Берлине во вторник днем, чтобы обсудить двусторонние и многосторонние вопросы защиту климата и развития глобального мира. Канцлер Германии сказал, что вместе Германия и Кения намерены защищать многосторонний мировой порядок от его противников. Мы согласны, что мы должны не только эффективно защищать многосторонний порядок, но и быть готовыми реформировать его в соответствии с сегодняшними реалиями. Президент Кении Уильям Рута заявил, что его страна будет сотрудничать с Берлином по вопросам климата в будущем, планируя использовать немецкие технологии для расширения использования возобновляемых источников энергии. Новости России Президент Олимпийского комитета России Станислав Позняков назвал очевидной дискриминацией, озвученной Международным Олимпийским комитетом, критерии для допуска спортсменов из Российской Федерации и Беларуси при условии их нейтрального статуса. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-подходе главы ОКР во вторник в Москве. Нейтральный статус – это очевидная дискриминация по национальному признаку. Нарушение базовых прав человека и гражданина, на что неоднократно обращали внимание на протяжении нескольких последних месяцев международные специалисты по гуманитарным вопросам, в том числе эксперты Организации Объединенных Наций по правам человека. Показательно, что их позиция почти полностью проигнорирована. Президент ОКР отметил также, что нынешние параметры допуска никак не могут способствовать возвращению российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Решение исполкома ОМОК является не более чем фарсом, который не направлен на нормализацию ситуации, в которой грубо нарушаются базовые принципы Олимпийской хартии и устава Организации Объединенных Наций. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахиан во вторник прибыл в Москву с рабочим визитом. На кадрах Абдуллахиан заходит в терминал аэропорта Внуково-3, где его встречают представители российского внешнеполитического ведомства и посольства Ирана. Отвечая на вопрос журналиста об американских санкциях, введенных в отношении Ирана, глава МИД отметил, что даже должностные лица в США воспринимают санкционный режим в качестве провальной политики. «Мы считаем, что санкции – инструмент экономического терроризма против народа. Считаем, что санкционная политика является неэффективной и неправильной политикой», – подчеркнул дипломат. Абдуллахиан прилетел в Москву по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова. Ожидается, что в ходе двусторонней встречи в среду стороны обсудят различные вопросы межгосударственных отношений, а также обменяются мнениями по проблемам региональной и международной повестки. Организаторы владелец частного дома «Престарелых» для бездомных, где в декабре 2022 года при пожаре погибли 23 человека, Андрей Смирнов полностью признал свою вину. Об этом он сообщил журналистам перед началом заседания заводского районного суда Кемерово во вторник. «Восмотрение суда, как бы то ни было, в любом оказании люди погибли». Как сообщила прокурор Уголовно-судебного управления прокуратурой Кемеровской области Кузбасса Екатерина Алексеева, в помещении, где с 2019 года располагался приют, не соблюдались правила пожарной безопасности. 24 декабря 2022 года в ночное время вследствие короткого замыкания электропроводки произошел пожар, охвативший весь дом. В это время в помещении находились 28 постояльцев, 23 из них погибли, 5 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Прокурор добавил, что санкции, предъявленные нарушителю части 3 статьи 238 УК РФ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, предусматривают наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 10 лет. Новости нашего региона. За последние сутки в Воронежской области выявлено 510 случаев коронавируса. Госпитализировано 34 человека. О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России и мире в нашем обзоре. По данным Всероссийского штаба, 29 марта выявлено 11 128 случаев коронавируса. Умерло 33 человека. Всего с начала пандемии зафиксировано 397 179 летальных исходов. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах Черноземья. В Воронежской области 510 новых заражений коронавирусом. В Липецкой 85, Курской 67, Белгородской 95, Тамбовской 102. По данным сайта StopCoronavirus.RF, за последние сутки в Санкт-Петербурге умерло 9 человек. В Москве 7, в Красноярском крае 2. За прошедшие сутки в мире выявили 71 тысячу новых случаев коронавируса. Из них в Южной Корее и Франции по 12 тысяч, в Японии 8 тысяч. Умерло 415 человек. За все время пандемии в мире выявлено 683 483 тысячи случаев коронавируса. Умерло 6 828 тысяч человек. Воронежстат опубликовал данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в январе этого года. По данным ведомства, она превысила уровень прошлого года на 15%. По данным Воронежстата, работникам предприятий и организаций региона в первом месяце 2023 года в среднем было начислено по 47 314 рублей 2 копейки. Это на 15% больше уровня прошлого года. С учетом индекса потребительских цен, реальный размер зарплаты вырос на 2,6%. Больше всего зарабатывают в компаниях, работающих в сфере информации и связи. Зарплаты там на 56% превышают среднеобластные. Почти на 39% выше среднего уровня начисляют тем, кто занимается профессиональной, научной и технической деятельностью. Неплохо платят на предприятиях по производству бумаги и электрического оборудования. Там можно заработать даже больше, чем в финансовых и страховых компаниях. Самые низкие зарплаты, всего 55% от среднеобластных, начисляют работникам, занятым обработкой древесины, а также производством материалов для плетения. Как в Воронеже реализуется программа расселения из аварийного жилого фонда и сколько домов на сегодня в городе признаны аварийными. Тему продолжит Галина Жукова. По состоянию на 1 марта 2023 года в Воронеже зарегистрировано 74 аварийных многоквартирных дома. Они были признаны аварийными в период с 2017 по 2022 год. На сегодня в них проживает 2816 человек. В целом затраты на переселение составят более 2 миллиардов рублей консолидированного бюджета. 50 из них попадает в национальный проект. 12 уже есть в заключенных договорах на развитие застроенных территорий, ранее заключенных. И сроки расселения – текущий год, 2023 год. И, соответственно, еще 12 – это дома, признанные после 1 января 2022 года. Основным способом переселения граждан по-прежнему является предоставление новых квартир. Только 7% предпочитают денежную компенсацию. Причины этого могут быть самыми разными. Это не единственное жилье у людей. Они в нем жить не будут. Им проще взять денежные средства. Тем более компенсация рассчитывается исходя из рыночной оценки. Это не какая-то остаточная стоимость. Учитываются различные факторы при оценке. Люди выбирают такой вариант, их эта сумма устраивает. Еще один момент, о котором следует знать, касается собственников квартир, купивших недвижимость в жилом фонде, признанном аварийным. У нас с 2019 года изменения вышли в законодательство. И если вы купили квартиру уже в аварийном доме, то вы не имеете права получить жилье. То есть, понимаем, да, это тоже определенный процент людей, которые приобрели жилье в аварийном доме, я так понимаю, думая, что им предоставят новое жилье. Но законодатель здесь, соответственно, с 2019 года внес изменения и навожил запрет на такие действия. Только лишь денежная компенсация. Но есть и хорошая новость. Она касается жильцов бывших общежитий. Несмотря на то, что по программе расселения аварийного жилья не предусмотрено улучшение жилищных условий, по инициативе главы города Вадима Кстенина жителям, проживающим в общежитиях, предоставляются изолированные квартиры. Бывшее общежитие расселяется у нас не в комнаты. То есть, это полноценные квартиры. Они могут быть маленькие, мы покупаем различных площадей, стараемся здесь и бюджетные средства экономить. Если мы расселяем 18 метров, ну там не в 40, стараемся максимально приблизить, но это не комнаты. То есть, это полноценные изолированные квартиры. Также губернатором Александром Гусевым было принято решение поддержать многодетные семьи при расселении из-за аварийного жилья. Многодетным семьям, у нас их немного, 8, но все равно для многодетных семей это большое подспорье. И расселяем мы их не метр в метр, как это в принципе жилищным кодексом предусмотрено при расселении аварийного жилья, а по нормам по 18 квадратных метров на, соответственно, члены семьи. Здесь используются только областные и городские деньги, но федеральные на это не предусмотрены. Это в свое время была инициатива губернатора, поддержанная нами и реализована. Ранняя весна привела к активности клещей на территории Воронежской области. Уже зафиксировано несколько случаев укусов. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Смертельно опасная болезнь – клещевой энцефалит – на территории Воронежской области, к счастью, не регистрируется. Однако вполне можно заразиться боррелиозом, тулеремией, лихорадкой КУ и другими неприятными болезнями. Теплая погода провела к тому, что этой весной клещи вышли на охоту гораздо раньше и уже покусали нескольких человек. Чтобы снизить риск неприятной встречи с клещами, в местах охотных населения проводятся окорицидные обработки. В 2023 году предстоит обработать около 950 гектаров, из которых почти 300 – это территории летних оздоровительных лагерей. Не стоит также пренебрегать мерами индивидуальной защиты. Осматривать тело после посещения лесных массивов и парков, обрабатывать одежду средствами от клещей. Волонтеры Воронежского храма пророка Самуила помогают военным, находящимся в зоне специальной военной операции. Скоро заканчивается Великий пост. Впереди праздник Светлой Пасхи. Очень важно, чтобы ребята не чувствовали себя одиноко. К этому дню воспитанники воскресной школы подготовили нашим военным письма с теплыми словами и небольшие подарки с конфетами. Максим Старста при храме пророка Самуила рассказывает, как все начиналось. Узнав в начале СВО, прихожане сами предложили объединиться для помощи военным и самостоятельно собирать гуманитарную помощь нашим бойцам. Наши прихожане делают блиндажные свечи, упаковывают, пишут дети пожелания, скажем так, бойцам, конфетки сюда вкладывают, стерильные перчатки. К Пасхе повезем по храмам когор, свечи, масло лампадное. Волонтеры как-то набрались сами собой. Специально даже никого не искали. Все нужные нашлись среди прихожан. Сейчас для отправки готовят наборы трусов. Раньше шили простыни и носки. Решили, что будут востребованы трусы. Мы простыни еще сшили, нам ткань пожертвовали. Собираются здесь обычно по пятницам после службы. Распределяют задания. Дальше работу выполняют дома. Марина говорит, шить очень любит. Для нее это работа в радость. За неделю она в свободное время сшила 35 трусов. За месяц волонтеры для отправки сшили приблизительно 350 штук. Чаще всего запросы поступают из госпиталей. Поэтому просят еще привезти медикаменты. Съездили мы 6 раз. Практически отвезли на 4 миллиона гуманитарной помощи. Настрой боевой, естественно, и у всех жителей, и у бойцов, и у персонала. Все, естественно, они давно под этим уже, скажем так, 2014 года находятся. Более-менее, наверное, уже какая-то есть привычка, скажем так, этого. Но, естественно, хотят скорейшего завершения всего. Это единое общее дело, где мы каждый день помогаем и солдату, помогаем людям, которые попали в какую-то сложную ситуацию, которые лишились дома, которые попали в госпиталь, да, и все они нуждаются в еде, одежде, в какой-то помощи и так далее. Мы должны быть едины. Это 100%. Вот. И мы не должны делить себя там верующий, неверующий, духовный, недуховный, не знаю, там, добрый или недобрый, и помогающий, не помогающий, все должны помогать, все должны быть едины, все должны понимать, что это общая проблема. Прихожане храма пророка Самуила написали очень теплые и важные слова ребятам. Вот строчки из одного письма. Мы очень переживаем за вас и поддерживаем всем сердцем. Возвращайся с победой живым и невредимым. С уважением, Вероника. В этот раз ребятам заказали около 200 нательных крестиков. Их тоже отвезут вместе с гуманитарным грузом. Кто-то крестится перед отправлением на линию соприкосновения. Среди военных много православных верующих, рассказывает Максим. Да и как иначе, без молитвы здесь никак. Гуманитарная помощь от Воронежского храма пророка Самуила будет отправлена в ближайшие дни. Олеся Лисюк, Сергей Трифонов, 41 канал. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира и подписывайтесь на наш YouTube-канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok